Народ, привет! Приветствую вас на второй серии по УАЗику. Вперед отпилил. Сзади труба мешает нам выхлопная. Жесткость конечно сейчас уменьшится, но я думаю так как она крепится во многих местах, ничего страшного. Так, спиливать будем вот отсюда. Вот, значит распилил я. Дно у нас теперь ровное. Вот эту часть, которую я отпилил, я ее планирую сюда же и поставить, если она подойдет, чтобы лишняя грязь не попадала на данном этапе. Так, впритык, да? Нам надо, чтобы вот здесь были болтики. Сейчас мы с вами, значит, просверливаем два отверстия. Вот так пока что у нас получается. Пока что высоко. Сейчас попробуем второй мост приладить. Если высоты нам этой не будет сильно высоко, если эта высота нам подойдет, то мы, в принципе, ну, коробку сейчас выпилим здесь и также коробку поставим. А если будет высоковато, то придется нам этот мост распиливать и убирать как-то вовнутрь. Задний мост выше, чем передний. Ну, будем сейчас смотреть. Так, сюда мы надеваем вот это. Пока что спилил несколько миллиметров. Угу, все, уперлась. Так, сейчас мы чисто для эксперимента прикрутим. Так, на данном этапе крутится вот, но широко. Ну, ладно, это будем делать дальше. Смотрим по заднему мосту. Задний мост, конечно, уже, но все равно широкий. Значит, будем отпиливать. Так, ну что, перевернем. Не туда, куда нам надо. Ладно, смотрим. Так, ну что, под своим весом он встал. Перед, конечно, очень высоко. Так что, наверное, будем выпиливать. А зад, конечно, под своим весом становится нормально, но у нас получается то, что кардан смотрит в пол. А чтобы он смотрел не в пол, его надо то же самое вовнутрь переносить, чтобы когда играло было более-менее. Так. Смотрите, значит, что у нас получается здесь. Выпирает, конечно, очень сильно. А зад, конечно, прям, я считаю, что идеально. Ну, капельку, может быть, можно вовнутрь его посадить. Так что, сейчас будем мастырить дальше. Вообще, конечно, классно. Вот на такой, конечно, высоте, если мы его поставим, это высоко. Это высоко и некрасиво. Надо опускать его. Хотя бы вот так, чтобы было. Но вот этот передок очень высокий. Очень высоко это. Некрасиво. Так, народ отпилил. Вот так вот сделал задний мост. Высоковат немножко. Ну, вот так он внутри будет стоять. Придется коробочку вот сюда выводить. В эту часть. Пока в сторону. А спереди что? Значит, убрал рессоры все железные. Оставил только пластиковые панельки вот эти. Пробую собрать и как-то там закрепить. Очень высоко получается. Наверное, надо будет делать раму. Вот. И убирать вот этот весь. Все дно старое убирать и, грубо говоря, брать такое же шасси полностью, как у ВПМ. Ну, сейчас, как говорится, дальше посмотрю. Может быть и так останется. Потихонечку подгоняю. Смотрю, примеряюсь, прикидываю. Вот. Все это дело показывать не буду. Посмотрим. Если все будет нормально, тогда дальше еще посмотрим, что и как. Вот. Возможно, придется да вообще, наверное, нормально будет. Перевелывать мост, чтобы проверить, чтобы крутился все равно правильно. Ничего я не испортил. Так что, ладно. Продолжаем. Включимся. Как что-то изменится. Так, народ. Прикрутил я, значит, мост передний. Прикрутил я задний. Единственное, что он немножечко у меня сместился ближе к центру, но это, как говорится, поправимо. Так. Передний мост прикручен. Сейчас мы с вами смотрим высоту модели. Ну вот. По переду. Зад мы сейчас сдвинем. Вперед. Вроде по центру. Все. Вот. Сильной спереди подвески не будет. Небольшая. Ходы будут в основном за счет заднего подвески. Вот. Сейчас я, значит, уменьшаю ширину колеи. Завожу колеса вовнутрь. И смещаю задний мост назад. Вот. И будем что-то дальше смотреть. Так, народ. На данном этапе подвеска закреплена. Подвеска работает. Вот так это выглядит. Ходы у нас есть. Небольшие. Но тут сильно больших и ожидать не стоит. Вот. Сзади выглядит все суперски. Вот. Аккумулятор ляжет. Будет уже пониже чуток. Вот. Но вперед это все. Ниже я пока его не буду опускать. Если, конечно, захочется, там посмотрим. Вот так у нас выглядит задний мост. Вот. Все крутится он. Нормально так. Вот так он выглядит сзади. Вот. Чтобы на свет вам было понятно. Вот так выглядит передний. Сейчас буду доделывать его. Выпиливать в днище под серву-машинку. Вот. И дальше уже посмотрим, что у нас будет следовать. Одно колесо я уже сделал. Вот оно впритык стоит. сейчас буду делать то же самое с этой стороны. Но люфты вот такие вот у ПЛ есть. Как с этим бороться, не знаю. ну все разбираем делаем не перепилить и все сразу вот значит вот столько мы отпиливаем от кулака и оставляем 4 миллиметра от привода. Готово. вот столько от привода вот столько от кулака. Это спереди. Это по максимуму что можно сделать. Дальше что мы делаем с колесами. Колесо обрезаем вот смотрите но это именно по этому по этим колесам убираю тоже 4 миллиметра. так прикручиваем и проверяем вот такая ширина получается сзади спереди вот вроде у нас тут все сходится чуть-чуть все-таки спереди колея побольше будет но это уже максимум что можно сделать ну что попробуем нюансы мы потом доделаем сейчас пробуем выпиливать под коробку сейчас снимем ее с шишиги и попробуем ее сюда поставить ну что народ снял я значит коробку вот так вот она была смотрите что у нас здесь получается у нас здесь немножко великоваты валы значит будем сейчас смотреть карданчики нужны очень маленькие либо будем уменьшать просто вал возьмем откусим надо будет придумывать на чем мы будем фиксировать их так это двигатель оно пойдет туда так можно попробовать ее поставить штатную коробку и примастырить все сюда вот так но не знаю имеет ли это смысл или нет или просто без кожуха вставим ее сюда на данном этапе шириной мы разобрались машина на колесах подвесочка жестковат очень легкий он вот такой он получается у нас козельчик отгоняем его на парковку попробуем снять кардан крепко сидит опа на вот так вот народ снял кардан минус коробка вот но на сегодня с тачкой все спасибо за просмотр всем удачи пока пока удача Продолжение следует...